Здравствуйте! На Первом Гарагандинском, как всегда, в это время новости. Давайте вместе посмотрим, каким увидели сегодняшний день наши корреспонденты. В студии работает Сергей Высокозов. Таблоиды за облачным курсом доллара. Будет ли предел? Ох уж эти карагандинки. По пять лет лишения свободы получили мошенницы. Школьники региона будут изучать основы экономики и бизнеса и следить за своим здоровьем. Курс доллара подорожал. Сегодня карагандинцы увидели новые цифры на таблоидах. К примеру, в Альфа-банке покупка достигла 196 тенге, а продажа – 198. Согласно данным Национального банка Казахстана, официальный рыночный курс доллара на 16 июля этого года составлял 187 тенге. Еще вчера эта цифра была на таблоидах, а сегодня уже нет. В одном из обменных пунктов Караганды покупка составлялась 190. В продаже, по словам работников, иностранной валюты уже нет. Ситуацию с резким возрастанием прояснили в Нацбанке. По делу экс-премьера Серик Ахметова было проведено около 50 экспертиз, а обвинительный приговор прокуроров едва уместился на 1300 листах. Такое заявление сегодня сделал прокурор Дияр Адилов. С его слов, высший аким области Серик Ахметов, будучи при исполнении своих служебных обязанностей, заставил государственную подрядную организацию заключить договор о субподрядных работах с ТО «Строй-НС», в результате чего было закуплено оборудование по сверхнизким ценам. К тому же сейчас выплывают и другие незаконные вмешательства экс-премьер-министра обороны в предпринимательскую деятельность. Ахметов обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве станции очистки стоков, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также в злоупотреблении должностными полномочиями при деятельности фирм, которые принадлежат ему и непосредственно его сыну. В шахтерской столице на пять лет лишения свободы осудили двух карагандинок. Морал Шенгбаева и Евгения Токмакова были признаны виновными в совершении квартирных мошеннических действий, то есть в продаже и подделке документов недвижимого имущества. В зале Ушенгбеса Токмакова возникла разный умысел, направленный на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обманной злоупотребления доверия. В зале Казбикбийского районного суда вынесли приговор в отношении ранее задержанных подозреваемых по данному уголовному делу женщин. Морал Шенгбаевой и Евгения Токмаковой предъявили обвинение еще в 2012 году. Тогда в их адрес в правоохранительные структуры начали поступать первые заявления. Потерпевшие писали о мошеннических действиях женщин. Обманным путем они получали задаток за псевдо свои квартиры и подделывали документы. Я считаю, что вина Токмаковой и Евгения Александровна и Шенгбесова, Морал Шенгбайевна полностью доказаны, имеющие материал в уголовном делах. И нашло подтверждение как показания потерпевших кальярки Шемиялиной, а также показания свидетелей. Сами подсудимые в зале суда вели себя довольно спокойно. Шенгбесбаева свою вину признала и стояла, опустив голову. Ее немногочисленные родственники находились у дверей. Все в тревожном ожидании. Вторая подсудимая Евгения Токмакова, которая не признала свою вину, держалась уверенно. Обеим девушкам дали по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Единственное послабление Токмаковой дали возможность отсрочить начало даты отбывания наказания на пять лет, так как у нее есть несовершеннолетняя дочь Ева. То есть она сядет в тюрьму тогда, когда дочери исполнится 14 лет. Аймамлина Исламбегуспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня был назначен заместитель Акима Гарагандинской области. Об этом было объявлено на аппаратном совещании в Акимате. Теперь правой рукой Нурмхайета Абдебекова будет Мамалинов Шагурашид Калиевич. Сегодня он был представлен всем чиновникам. Шагурашид Мамалиев родился в 1958 году, имеет два высших образования. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт и университет имени Кунаева по квалификации зооинженер-бакалавр юриспруденции. Более 20 лет проработал на различных руководящих должностях в сфере сельского хозяйства Карагандинской области. Неоднократно избирался депутатом Карагандинского областного маслехата. В 1999 году был награжден орденом Курмед, с 2007 года на государственной службе. Работал директором, затем начальником управления сельского хозяйства. С 2010 в 2013 год был Акимом Бухарджараурского района. С июня 2013 года до назначения являлся руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. Сегодня перед Акимом области и перед остальными представителями обещал, что, вступив на новую должность, будет четко исполнять все возложенные на него обязанности. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы даже желаем, что это нужно все свои силы для того, чтобы оправдать свою организацию в этой неделе. Спасибо за это. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный для тех, кто ценит качество. В школах Карагандинского региона в этом году появятся новые вариативные курсы под названием «Основы экономики и бизнеса. И я, и мое здоровье». Такое решение озвучили чиновники сферы образования на августовском совещании работников этой сферы. Заседание состоялось под руководством Акима области Нурмухамбета Абдебекова и столичных гостей. Ежегодное собрание работников образования прошло в дружественной и праздничной обстановке. В зале театра имени Сакина Сейфулина собрались педагоги и руководители со всех уголков региона. Приехали гости из столицы. Совещание транслировалось в онлайн-режиме, благодаря чему ее участниками стали более 5000 человек. По словам главного учителя области, многие школьники не владеют элементарными знаниями в сфере экономики и собственного здоровья. Мы планируем ввести в школах вариативный курс, курс по выбору «Основы экономики и бизнеса». Курс будет включать в себя не только развитие финансовой грамотности ученика, но и элементы математической области, основы ведения бизнеса. Мы приступили к разработке вариативного курса «Я и мое здоровье», который в перспективе будет рекомендован внедрению во всех школах области через вариативный компонент. Со слов докладчиков, Карагандинская область на сегодняшний день в лидерах по развитию робототехники. Это доказал фестиваль «Роболэнд-2015», который прошел в апреле. Тогда о себе смогли заявить школьники и студенты колледжей. Вот человеку, ребенку надо научить себе ставить задачу и самообразованием заниматься, этим заниматься жизнью. И вот эти элементы, как раз, робототехники, они нацелены на это в первом приближении. Сейчас в регионе ведется строительство двух школ взамен аварийных в селах Бетпулаку, Лытаусского и Курма-Абайского районов. Проведены работы по возведению и реконструкции 15 объектов образования. Из них в течение года введены в эксплуатацию 8 зданий. Также на совещании были награждены отличившиеся педагоги. Трое получили знак «Почетный работник образования» и один учитель «Нагрудный знак Брая Алтансарина». Аймам Ленажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В пострадавшем от паводков в селе имени Габедина Мустафина уже сданы 15 новых домов. Работа ведется с опережением графика. Строители работают почти круглосуточно. На новых объектах побывала и наша съемочная группа. Эти дома будут намного лучше, чем были ранее. Ранее у нас есть фотографии, дома были из Самана. Такое заявление сделал Руслан Нурмухамбетов, заместитель Акима Бухаржираусского района. По его словам, проблема изначально была в финансировании. Сейчас вопрос решен. Деньги выделены. За счет бюджета строится 195 домов. 15 уже сданы, на 180 идет стройка. Все дома мы планируем сдать до начала отопительного сезона. 40 подрядных организаций у нас здесь работают, которым пропорционально мы распределили дома, которые сейчас силы увеличились. Новые дома намного лучше наших прежних. Поделилась своей радостью одна из первых заселенных жительниц этого села Айжан-Батаханово. Ведь теперь в новостройках есть и ванна, и туалет. Также им провели паровое отопление. Раньше всех этих удобств не было. Дом ждали мы три месяца. Как начали строить, нам оплатили, были выделены средства, чтобы мы арендовали жилье себе. Вот дом готов, селились, живем. Работа на стройках идет с большой скоростью. Подрядные организации стараются успеть в срок, поэтому работают круглосуточно. Несмотря на конкретные, на быстрые строки строительства, мы стараемся соблюдать всю технологию производства работ, чтобы потом не было нареканий от захозяев квартир, когда мы их нормам сдадим. По идее, я думаю, что наши четыре дома будут стоять нормально. В области весной от паводков пострадало около 400 домов. Без крыши над головой тогда остались более полутора тысяч семей. Сейчас в регионе уже построено 50 домов. Остальным кровь обещают до наступления холодов. Аймамрина Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Много шума по Луговой. В Караганде, возможно, появится улица имени героя войны Сабира Рахимова. В городе прошли публичные слушания. Депутаты и чиновники проводили учет мнения карагандинцев по вопросу наименования 137-го учетного квартала и переименованию улицы Луговой. Что из этого вышло, видел наш корреспондент. Объекты и улицы городов Казахстана было предложено назвать именами героев войны. В ознаменовании 70-летия победы над фашизмом и сохранение памяти о Великой Отечественной войне правительством был временно снят мораторий на переименование. Накануне вечером в Караганде проходило бурное обсуждение первых двух предложений. Согласно генеральному плану строительства, центр Караганды со временем сместится на юго-восток. Обе улицы, претендентки на новые названия, находятся именно там. 137-й учетный квартал пока вообще безымянный. А протяженностью этот квартал 1786 метров от проспекта республики до улицы Таттимбета. Назвать эту местность в городе именем легендарного гвардии подполковника Бауржана Мумышулы все присутствующие решили единогласно. В голосовании принимали участие около 40 человек, которые прошли регистрацию. Как известно, Бауржана Мумышулы почитает не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. На собравшихся также повлияло и его наставление сыну, которое зачитали с трибуны. Если будешь с народом, то никогда не будешь одинок. Если будешь идти дорогой народа, не потеряешься. Если ты считаешь гуси, то народ считает песок. От глаза народа ничего не скрыть. Поэтому будь честнее с народом. Склоняй голову перед народом. А вот с улицей Луговой произошла заминка. Подсчитали, что название этого места в городе исторически ценно, так как улица обрела имя больше 40 лет назад. У карагандинца Олега Шамгунова свое мнение по поводу переименования улиц. Он был категорически против переименования Луговой в имени гвардии генерал-майора, героя Советского Союза, Сабира Рахимова. И у него были на то свои основания. Я просто очень долго жил за пределами как-то, ну, в другом городе. Приехал сюда, город изменился, и не в лучшую сторону не изменился. Он теряет вообще очень много. Теряет старые названия, теряет еще. Вообще, какие-то курятники строят, бетонные, стеклянные. Непонятно, что у города нет своего лица. И улицы – это тоже лицо города. Почему пришла такая идея? Вот я хотел бы вам задать вопрос как представитель власти, одной из людей власти. Почему пришла такая идея? Это зацеление. Это Китай. Это город, житель вашего города? Это декретарь сената парламента. Он карагандинец? Он не карагандинец, но... У организаторов публичных слушаний на эти замечания нашелся ответ. По закону, каждый казахстанец может вносить свои предложения по поводу наименований и переименований в любом городе страны. Тем временем прецедент всколыхнул собравшихся. Прозвучали мнения, что лучше бы деньги, которые будут потрачены на переименование улиц, направили на развитие экономики региона, или же перевели средства в помощь незащищенным слоям населения. Страсти разгорались нешуточные, но, как оказалось, с улицы Луговой даже не было ни одного представителя. Участники публичных слушаний упрекнули организаторов недоработки. Но об этом событии заранее сообщалось и на местных каналах, и в газетах. Вот таким оказался уровень заинтересованности жителей Караганды, а точнее их равнодушия. Между тем, голосовать за переименование Луговой пришлось дважды. Кое-кто из участников зачем-то поднимал по две руки. В итоге, с перевесом в несколько человек, предложение о переименовании улицы Луговой было принято. Теперь Республиканская аномастическая комиссия станет решать судьбу озвученных двух улиц в Караганде. В случае положительного исхода, точку в этом деле поставит уже областное руководство. Сергей Высокосов, Ислам Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Аким области Нурмухамбетов-Дебеков принял участие в Дне поля, проходившем в Асагаровском районе. Глава региона посетил зерновые поля, ознакомился с технологией заготовки кормов и выращивания мысленичных культур. В интервью представителям СМИ Нурмухамбет Абдебеков отметил, что Асагаровский район сегодня является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции области. Причем в результате применения влагоресурсосберегающей технологии, использования высокопроизводительной техники и современных средств защиты растений здесь получают стабильные урожаи зерновых, независимо от погодных условий. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельхозформирование района смогли посеять зерновые на площади 236 тысяч гектаров, масличные на площади 8 тысяч гектаров и кормовые культуры на площади 7700 гектаров. Сегодня мы в Асагаровском районе специально проводим мероприятие «День поля». Здесь мы собрали наших аграриев для того, чтобы показать возможности, которыми сегодня располагает наш аграрный сектор, относительно техники, которая может применяться и в целом перед уборочной страдой сверить часы с нашими аграриями. Впервые за последнее десятилетие под картофель было отведено 314 гектаров, в том числе и 120 в хозяйстве Найдоровская. На 102 гектарах посадки картофеля и овощей в фермерском хозяйстве «Роза Агра» освоено капельное орошение, что является еще одним новшеством для района. Как известно, глава государства определил отрасль животноводства, приоритетной для нашей страны. В связи с этим в рамках деферсификации растеневодства основное внимание уделяется созданию прочной кормовой базы, без которой невозможно дальнейшее развитие животноводства. И в Исакаровском районе основную роль в производстве кормов играют пахотные земли на площади более 96 тысяч гектаров. И сегодня мы можем видеть поля, где у нас масличные культуры, посеянный лен в частности. Здесь у нас пшеница уже на подходе к разреванию, здесь у нас кормопроизводство, как раз весь цикл сворачивания, заканчивая приготовлением грубых кормов для развития животноводства. То есть весь спектр аграрного сектора в рамках деферсификации здесь в Исакаровском районе представлен. В целом в сферу кормопроизводства с учетом естественных сенокосов и пастбищ вовлечено 374 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Основным элементом развития кормопроизводства в условиях Исакаровского района станет возрождение орошаемого земледелия. Сельхозформирование района за счет собственных средств проводит реанимацию орошаемых земель вдоль канала имени Каныша Сатпаева, площадь которых составляет 1500 гектаров. До 2020 года планируется освоить еще 4240 гектаров орошаемых земель. Николай Кровец, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. На сегодня филиалом РГП ЦОН по Карагандинской области оказывается около 190 государственных услуг, а в электронном формате более 130. Качество работы ЦОНа с каждым годом улучшается. Вот и сегодня специально для людей с ограниченными возможностями был организован День открытых дверей. Отделение номер 7 филиала РГП ЦОН по Карагандинской области провело очередную акцию, направленную на качественное обслуживание инвалидов. День открытых дверей проводится совместно с отделом занятости и социальных программ. Бесплатную консультативную помощь сегодня могли получить все желающие и места за столиком не пустили. Вопросов множество. Да и не мудрено. Рядовому гражданину все упомнить и понять довольно сложно. Та порой и не надо. В ЦОН обращаются по конкретным вопросам, а специалистам надо так отработать с клиентом, чтобы тому не было необходимости приходить сюда во второй раз. И узнал, что День открытых дверей. И задал свои вопросы специалистам, как получить пособие, там, новорожденным. И ответ получил. Они, специалисты, хорошо мне объяснили, куда идти, кому подойти, там, все хорошо объяснили. Доволен. Сотрудниками ЦОНа делается все, чтобы люди с ограниченными возможностями получали услуги качественно и в оговоренные сроки. Для них это жизненно важно. Здесь же можно узнать, как получать услуги, не выходя из дома. Можно получить консультацию по работе электронного правительства. Научат, как вести диалог с гражданами, помогут выяснить отношения с работодателями. В Центром обслуживания населения на протяжении всего существования ЦОНов проводится большая работа в рамках оказания равного доступа этой категории граждан. И трудоустройство данной категории граждан в Центре обслуживания населения. В нами проводится большая работа. Сегодня проведена консультативная помощь. Равный доступ к получению государственных услуг должны получать все категории граждан Казахстана. Сергей Высокосов, Ислам Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В нашем регионе скоро появится новая современная ТЭЦ. Такую идею предложили китайские инвесторы. Сегодня чиновники областного акимата под руководством Нурмухамбета Абдебекова обсудили детали нового проекта. Зарубежные инвесторы рассказали о строительстве новой ТЭЦ, которая должна дать Карагандинской области огромную электрическую мощность. В свою очередь глава региона Нурмухамбет Абдебеков выразил заинтересованность проектам и задал несколько вопросов. Заинтересованность в реализации этого проекта, потому что с его реализацией связаны определенные перспективы развития нашей, в том числе и специальной экономической зоны. Поэтому мы со своей стороны готовы оказывать различное содействие в решении тех вопросов, которые будут способствовать ускорению реализации этого проекта. Компания, предлагающая данный проект, уже имеет опыт в строительстве металлургических заводов. За последнее время они успели реализовать пять совместных проектов с компанией ArcelorMetal. А строительство данной ТЭЦ должно укрепить партнерские отношения двух стран и принести пользу Казахстану, заявили китайские инвесторы. Я считаю, что данный проект принесет пользу обеим государствам. Мы готовы обсудить все детали и пересмотреть все предложения с вашей стороны. Со слов представителя зарубежной компании, новая ТЭЦ позволит свободно использовать электроэнергию. Они работают на этом рынке уже около 12 лет. В завершение заседания Аким области Нурмухамбет Абдибеков дал поручение ускорить процесс подготовки соответствующих документов и взять на контроль начало реализации данной задумки. Аймамрина Жасулам Акулбеков, Арман Наждаев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова